Ветеранское движение в Урае сегодня насчитывает более трех тысяч человек. Городской совет ветеранов объединяет 15 организаций от предприятий и учреждений города. Чем живет самая активная часть населения, узнаем у председателя совета ветеранов Надежды Журавлевой. Надежда Николаевна, скажите, насколько активный образ сегодня ведут наши пенсионеры, находясь на заслуженном отдыхе? Вообще ветераны нашего города и пенсионеры – это наиболее активная часть нашего населения. И вот на протяжении, а в следующем году мы будем отмечать 55-летний юбилей, на протяжении всех 55 лет они находятся в авангарде общественно-политической и культурно-массовой работы. Это абсолютно неоспоримое утверждение, потому что это доказывается их каждодневной активной деятельностью. Сколько мероприятий прошло с начала только этого года и какие из них Вы считаете самыми яркими? Работа городского совета ветеранов проводится в соответствии с планом городского совета ветеранов. И строится он в связи с тем, что мы являемся победителями и участниками реализации мероприятий двух грантов – грант губернатора Хантамансийско-автономного округа и грант главы. Каждый из них предполагает целый комплекс мероприятий, вы знаете, не менее 20. Вот порядка 40 крупных мероприятий состоялись только в планах выполнения грантовой поддержки деятельности нашей ветеранской организации. Это действительно очень крупные, очень значимые и очень емкие мероприятия. Но всеми нами любимые спортики Ада ветеранов всегда в строю, которые включают шесть видов спорта. Это, конечно же, наши фестивали. Мы в этом году запланировали два фестиваля. Это наш туристический слет, это наши дары осени. Помимо этого ведется очень большая работа с детьми, где мы проводим также слетами, работала лесная школа, проводили слеты туристические, работала лесная школа для школьников. Очень много проводилось военно-патриотических мероприятий в связи с праздничными и юбилейными датами. Начался новый сезон и все возвращается в рабочий ритм, в том числе и вы. Скажите, что будет происходить в Совете ветеранов, в ветеранском движении во втором полугодии 2024-го? Второе полугодие будет, конечно, достаточно насыщенным, в принципе, так же, как и первое полугодие. Сейчас мы завершаем осенний наш марафон, ярмарка урожая прошла, буквально проходит сейчас туристический слет, все наши команды готовятся к этому туристическому слету. И сразу же в середине октября в рамках празднования Дня пожилого человека мы проводим фестиваль «Агитбригад». Это наше уже такое постоянное, я думаю, мероприятие, очень серьезное мероприятие, в рамках которого мы хотим и стараемся показать и рассказать о нашей активной деятельности. И дальше, в ноябрь месяц, мы проводим большой праздник для любителей нашего спорта, подводим итоги спартакиады, будем честовать наших спортсменов. И очень плавно начинаем готовиться к реализации очередного гранта, так как мы являемся опять победителями гранта губернатора Хантамасийского автономного округа. Мы проводим уже межрайонный фестиваль «Агитбригад Зажги», в ходе этого гранта у нас порядка 12 мероприятий. То есть, знаете, планов громадьё, активность достаточно большая среди лидеров наших ветеранских организаций, членов наших организаций клубов ветеранов. Поэтому мы просто успеваем очень ритмично, очень целеустремлённо двигаться к своей цели. А у нас эти цели каждый год изменяются именно в сторону позитива, в сторону активного долголетия. Вот эта грантовая поддержка, насколько она вам необходима, насколько она вам полезна? Вы знаете, она важна и в плане того, что мы наравне с многими общественными организациями не остаёмся в стороне. Мы чувствуем новаторство, новизну, мы являемся инициаторами и, понимаете, мы являемся победителями. Для ветеранов это очень важно, оставаться в любом возрасте победителями. И у нас практически нет ни одного года, когда бы мы не являлись этими победителями. То есть я сейчас говорю о моральной составляющей вот этого гранта. Но и финансовая поддержка, благодаря этой финансовой поддержке нам удаётся всё-таки стимулировать наших ветеранов, давать им возможность внутри своих ветеранских организаций проводить какие-то мероприятия. Ну и согласитесь, даже, например, те же дипломы, те же какие-то подарочные сертификаты – это тоже какая-то нотка внимания, без которой сегодня, наверное, невозможно существовать. Вот в частности, спортивному направлению какое внимание уделяется при работе с ветеранами? Мне думается, что спортивная часть, спортивная составляющая нашего общественно-политического пирога очень важна. Сегодня, когда мы говорим «Движение – это жизнь» для людей старшего поколения, для людей серебряного возраста, это действительно, это жизнь. Это понимание того, что после выхода на пенсию ты в любом случае способен поддерживать своё здоровье, но вместе с тем и добиваться своих личных рекордов. Когда мы говорим «Вот это моя личная установка и моя личная креда», когда я вижу наших ветеранов на любых соревнованиях, на любой полосе препятствий, я всегда говорю «Вы устанавливаете только свои рекорды, вы стремитесь только к своим достижениям». Но это плохо работает. Они всё равно работают на команду. И они очень заинтересованы в том, чтобы в командном зачёте их ветеранские организации всегда были первыми, всегда приносили призовые места. В течение двух лет совместно со спорткомитетом у нас работают уже группы здоровья. Для чего они созданы? Для того, чтобы при участии в любом виде соревнований это был не случайный результат, это был не случайный успех, а это результат каждодневных тренировок. И если вспомните, многие работающие люди не всегда выкраивают себе время для того, в силу разных причин, для тренировок, для занятий физкультуры, спортом, да и вообще просто для утренней зарядки, то наши ветераны в этом плане, наиболее дисциплинированная часть населения, они постоянно занимаются этой утренней зарядкой. Вы, наверное, видите их и палочками, скандинавская ходьба. Они постоянно находятся на стадионе, на набережной. Они действительно бережно и очень аккуратно относятся к своему здоровью. И наступил тот период, когда они демонстрируют свои успехи. Вы знаете, я вот лично всегда горжусь тем, что ветераны, которые посещают группы здоровья из 60 человек, более 30 человек сдали на золотые значки или подтвердили золотой значок ГТО. Это большие результаты, это и гордость и нашего ветеранского движения, это и семейная гордость, и это гордость каждого человека, который причастен к спорту. Какие форматы работы с ветеранами вы применяете и что больше всего востребовано? Востребованы всегда коллективные формы работы. Это важно. Когда мы говорим город без одиночества, город вне одиночества, это о нас, людях серебряного возраста. На сегодня мы все понимаем, что наши дети заняты серьезной трудовой деятельностью, и у них, наверное, не всегда есть время уделить какое-то внимание своим пожилым или престарелым родителям. И в этом плане клубы, первичная организация, вот эти объединения коллективистские, они сегодня важны для людей, которые родились, как мы говорим, в СССР. Они воспитаны. Это комсомольская, пионерская, октябрятская какая-то дружина. И вот на сегодня эти сообщества сохранились. И на сегодня, что очень ценно, и немногие города нашего округа могут похвастаться тем, что мы эту целостность сохраняем в связи с их профессиональной деятельностью. Наши ветеранские организации созданы на базе тех трудовых коллективов, где они работали. И сегодня эта связка, эта сцепка хорошо работает. Профсоюзные коллективы, администрация предприятий и учреждений очень хорошо сотрудничают с нашими ветеранскими организациями. А эти ветераны – бывшие их работники. И вот это совместное обогащение, совместная деятельность, мне кажется, на пользу и молодым, и на пользу тем, кто сегодня еще продолжает осваивать наши нефтяные запасы. Следующий год – 2025. Каким он будет для уральских ветеранов? Какие планы у вашего движения? Да, 2025 год знаменован большими событийными такими датами. В первую очередь, это, конечно, 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Это, несомненно, юбилей нашего города, 60-летие. Ну и, конечно же, 55-летие нашей ветеранской организации. Я вообще всегда хвалю наше ветеранское сообщество по поводу того, что мы традиционны в проведении своих мероприятий. Но всегда это ярко, это всегда празднично, это всегда настолько поднимает вот эту волну вдохновения. Я думаю, на этой волне, на этой гребне волны наши ветеранские организации еще должны оставаться на протяжении 10 лет. И мне очень хочется верить, что ветеранское движение не затухнет. Надежда Николаевна, большое спасибо. А я напоминаю, что мы говорили о работе ветеранского движения в Урае.